Привет! Совершенно нет желания запугивать, но, кажется, появился новый повод для тревоги. Вы, конечно, знаете, что власти России объявляют неудобные ей организации нежелательными. И число таких нежелательных постоянно растет. Проект, команда 29, сайты, связанные с Михаилом Ходорковским и множество других, не таких известных. К примеру, вы опубликовали у себя в Фейсбуке расследование проекта про дочь Путина, ну или любую ссылку на любой сайт любой нежелательной организации. Все, это уже административка. Такое карается штрафом или арестом. А несколько ссылок — уголовное дело. Причем ссылки на эти нежелательные организации могли опубликовать тысячу лет назад. И, разумеется, благополучно про них забыть. Никто не помнит контент своих соцсетей наизусть. Плохая память от преследования вас, к сожалению, не спасет. Выглядит чрезмерно пугающе, да? У нас есть пример Андрея Глухова, чувашского адвоката и создателя правозащитного проекта «Апология протеста», который помогает задержанным участникам демонстраций. Глухова судят за древние ссылки на открытую Россию, сайт которой не существует уже несколько лет. На правозащитника составили 9 протоколов об участии в нежелательной организации. За посты, написанные 4-5 лет назад. Один штраф Глухов уже получил. 5 тысяч рублей. Остальные суды впереди. И если решение вступит в силу, то в следующий раз правозащитнику грозит уже уголовное дело. Ситуацию, когда ссылки на несуществующие уже организации считают участием в их деятельности, Глухов называет изнасилованием права и гигантским трэшем. Но в скором времени эта практика наверняка станет массовой. Ссылаться на Оруэла и его 1984 считается пошлым. Там, если помните, партия чистила архивы публикаций, чтобы поправить некорректную историю. Теперь все, кто размещал ссылки в соцсетях, ставшие нежелательными, стоят перед выбором. Заняться самоцензурой и поправить историю своих публикаций самостоятельно или ждать, пока дотошный сотрудник Центра Э или ФСБшник, поковырявшись в ваших архивах, не составит на вас десяток протоколов.